Денис Владимирович, в Иркутске установилась теплая погода. Синоптики говорят, что лето пришло на целую неделю раньше. Расскажите, пожалуйста, дорожно-строительный сезон уже начался? Да, дорожно-строительный сезон уже начался. То есть на сегодняшний день у нас заключено 10 муниципальных контрактов по 10 участкам автомобильных дорог. В них принимают участие 4 подрядные организации. Это МУП «Иркутск Автодор». У них 6 контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог. Также строительная организация – это строительные технологии, «Союзстрой» и «Стройград». Общая протяженность этих участков дорог составляет порядка 19 километров. Общая сумма финансирования будет заключены контракты на сумму 977 миллионов рублей. Окончание сроков строительства по данным контрактам – октябрь месяц. Расскажите, пожалуйста, какой объем работ запланирован на этот год? В целом, в принципе, по Иркутску и по муниципальным, и по федеральным контрактам. У нас есть и капиталоемкие объекты. То есть это 4 объекта, 2 из них капитальных ремонта и реконструкции. Это верхняя набережная, батарейная. Верхняя набережная. В этом году планируем закончить работы. Сейчас планируется заход в экспертизу. Как поменялось техническое решение, подрядная организация АО «Дорожная служба» Иркутской области. По капитальному ремонту объекта «Батарейная» приступила к реализации подрядная организация «Союзстрой». На сегодняшний день путепровод перекрыт. Предусмотрены обездные пути. Очень сложный объект через железную дорогу. Планируем сроки завершения работы 2023 год. Денис Владимирович, какие у нас самые крупные участки реконструкции в городе? Самые крупные у нас два объекта по городу. Это реконструкция улицы Карбышева. Подрядная организация «Союзстрой». Планируемые сроки. В этом году мы планируем закончить работу уже по улице Карбышева. По реконструкции Джамбула работы возобновлены. Сейчас проводятся работы. Планируем запустить движение в этом году полностью. Работа с железной дорогой. Это тоже очень сложный объект и социально значимый для всего города Иркутска. Планируемые сроки по контракту 2023 год. А сроки окончания. Ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». В этом году уже начали. Какое финансирование выделили на 2022 год? На 2022 год на ремонт участка автомобильных дорог предусмотрено было 1 миллиард 4 тысячи рублей. По итогам проведения торгов и заключения, по итогам понижения подрядных организаций заключились на 977 миллионов рублей. Денис Владимирович, расскажите, пожалуйста, как согласно электронному аукциону распределили участки автодорог между подрядными организациями? Какая кому досталась? Подрядная организация. МУП «Рыкутскавтодор» приступил к шести участкам автомобильных дорог. Это по улице Шевцова, Шерямова, Академический мост, Карпинского, Профсоюзная. По улице Волгоградская и Воровского приступили у нас к работам строительные технологии. По улице Депутатской приступили Союзстрой. Асфальтовую смесь какого типа в этом году применяют? Асфальтобетонное покрытие в проектно-сметной документации предусмотрено щема. Щема – это щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь 15, толщиной 5 сантиметров. Это верхний слой покрытия. Денис Владимирович, скажите, пожалуйста, 10 участков дорог – это большой достаточно объем. Как-то будут эти улицы перекрываться или рабочие будут трудиться в ночное время? К сожалению, в ночное время в городе тоже не во всех случаях мы сможем работать, так как это будет мешать местным жителям. В любом случае работы в приоритете будут в дневное время проводиться. Также организация движения у нас согласована с сотрудниками ГИБДД. То есть все схемы у нас отработаны. Денис Владимирович, если вдруг такое произойдет, надеясь, что нет, погода у нас в городе испортится. Как-то это помешает планам? Планам, я думаю, это не помешает. У нас просто могут сместиться наши графики производства работ, то есть запланированные работы в определенный момент. Но в городе работа не только, очень большая проблематика – это не только у нас погодные условия, но и стесненные условия в самом городе Иркутске. Так как мы не можем полноценно перекрыть участки автомобильных дорог, мы не можем предусмотреть объездные пути, так как, опять я повторю, стесненные условия, и очень большая работа – это с сетевыми организациями. Необходимо все эти уровни и стадии нам проработать при производстве работы. Большое спасибо, Денис Владимирович, за то, что выделили нам время и желаю вам удачного строительно-дорожного сезона. Спасибо. Продолжение следует...